Служить родиме. Больше как 2000 юнаков до конца листопада будут пополнять роды Узбройных сил Беларуси и инших воинских формирований. Сегодня первый день. Наши корреспонденты побывали на областном сборном пункте. С початку назирали за прибытием новобранцев и проходжением кончатковой медкомиссии, потом за урожистой отправкой будущих солдат у своей части. Марина Северьянова с подробностями. Побеж за властным призывным пунктом толпятся родные новобранцев. Хвалюються за своих детей и унуков. Я когда-то в 70-е годы от этого воинкомата призывался. Отдал два года, правда. Ну, а ему придется год служить только. Это же немного. Раз-два заедет и назад приедет. И все, ничего страшного. Я ему так говорил вчера, на путь спрятавал. Послушал, не волновался крепко. И все. У двари призывного пункта до отправки в воинские части рихтуются юнаки. Распоры за их выкликают на медкомиссию, альбо для инструктажа у актовую залу. Мазиранин Антон Гурынович сам подошел до нашей камеры, чтобы рассказать, с каким настроем отправляется в армию. До речи, юнак будет служить в роте гонорового караула. Я нормально иду, конечно. Ну, надо так надо. С положительным. Я вген сушения так само в армии иди со спокойным сердцем. На питание, что полоха эти хвалюя, только усмехается. Головное каже, как хлопцы побоч были добрые. На службу юнак едет у молодечна. Чего больше всего боитесь в армейской жизни? Да, так ничего. Главное, чтобы ребята были хорошие и все. А так, думаю, время быстро пролетит. Все лето, до речи, пиролик захворывания для призывников сократился. Некоторые хворобы больше не причины для армейской терминовки, альбо неогодности для прохождения войсковой службы. Заболевания, которые ранее были бы не годны к службе в армии, по новому постановлению годны с ограничениями. Можно назвать? Вот несколько самых распространенных. Это патология сердечно-сосудистой системы, некоторые аномалии развития, например, открытое овальное окно. Это патология органов косно-мышечной системы, это сколиозы второй степени, которые по некоторым градусам становятся годны. Ранее были не годны. Ну и, в принципе, вот это, наверное, основное. Военные комиссары кажут, что, не глядяши на несприяльную эпидситуацию, осенний призыв проходит спокойно, в штатном режиме. Однако, за всеми необходимыми санитарно-гигиеничными нормами. План по окомплектованию внутренних войсков будет выполнен. В основном это силы специальных операций, учебные воинские части, органы пограничной службы, внутренние войска, Министерство внутренних дел. Больше всего ребята, конечно, хотят в элитные подразделения. Это спецназ, спецподразделения, ну и погранкомитет, ну и внутренние войска, где они смогут себя достойно проявить и показать себя с целью того, чтобы достойно выполнить те задачи, которые будут ставиться командирами, начальниками, ну и иметь непосредственно авторитет среди своих сослуживцев и сверстников. Пополнение новобранцами широкоузбройных сил завершится 30 листопада.